Долгожданный новый ивент уже в игре, и название ему Лабиринт Аганима. Тот самый волшебник, который всегда считался пасхальным персонажем, на выход которого мы не надеялись и не рассчитывали. Долгие годы Аганим скитался по измерению, изучая тёмную и запрещенную магию вдали от земной поверхности. Всё ради того, чтобы воссоздать свой великий скипетр. Но всему есть последствия. Волшебник наткнулся на злейших существ из других миров. Он этим воспользовался и решил, что настал самый подходящий момент, дабы испытать смертных жителей. Посему призвал монстров на земную поверхность, чтобы проверить нашу волю и страх. Тускар же был первым героем, которому удалось воссоздать посох своими искусными руками и умениями. Но к этому сюжетному повороту мы вернёмся через пару минут. Давайте во всём разбираться по порядку. Начнём с правил к летнему событию. Лабиринт Аганима доступен абсолютно всем пользователям. Наличие батл пасса от вас не требуется. Каждый желающий может испытать удачу. Для этого всего лишь нужно найти трёх умелых друзей, либо начать поход через поиск случайных союзников. В летнем ивенте главное цель – это сражаться с боссами и собирать осколки от скипедра Аганима, улучшая при этом свои способности. Важной частью, безусловно, являются и волшебные фрагменты, которые тратятся на постоянное усиление для следующих походов. По своей сути, они больше напоминают встроенные пассивки, которые можно встретить в большинстве проектов. Далее, лабиринт можно завершить на четырёх уровнях сложности. Каждый следующий открывается при прохождении предыдущего. В каждой сессии игроков постепенно исследуется местность, выбирая будущих врагов и возможные награды. И по мере прохождения мы будем зарабатывать очки к батл пассу, которые позволят быстрее прокачать боевой пропуск. Безусловно, стоит отметить в лабиринте и другой режим, который называется «Испытание Аганима». Он заключается в скорости прохождения ивента, и подобный мод будет действовать всего лишь раз в неделю. Под него выделят отдельные два часа для входа, чтобы игроки подготовились к режиму в полной мере. Первый запуск запланирован на 21 июля, в грядущий вторник, а в последующем постоянный день утвердили на каждое воскресенье до конца действия пропуска. Самые активные и скилловые игроки получат особые награды в виде нового Бэйби Рошана, команда, к которым удастся добраться до третьего места, получат уникальные сапоги от Кунки. Бронзовые места будут довольствоваться случайными арканами, что тоже является приятной наградой. Вроде с механикой и с правилами разобрались. Далее поговорим про фундамент летнего события, и, конечно, про его сюжетную составляющую. Началось всё с того, что вчера в клиенте доты добавили описание к летнему событию, которое было описано со стороны некого Гранча. Вслед за этим изменили изображение посоха Аганима. Скипетр начал рассыпаться прямо у нас на глазах. Следующим шагом стало добавление новой озвучки к предмету. И тогда уже окончательно стало понятно, что компания к чему-то подготавливается. И это обязательно должно пройти вокруг загадочной фигуры Аганима. Рубик, несомненно, рад появлению своего отца. И, наверное, никто из нас не ожидал такого облика волшебника. Четырёхлапый инопланетное создание, которое даже отдалённо не походит на своего сына. Однако Аганима всё ещё называет самым выдающимся магом во вселенной Доты 2. И давайте полноценно обсудим всё происходящее. ПОДПИШИСЬ! Пожалуй, начнём с трейлера, который сопровождается видением летнего события. Анонс начинается с Тускара, который усердно работает над посохом, на фоне которого закадровый аганим рассказывает, что далеко не каждый способен сотворить поистине достойный и редкий предмет. На экране мы видим, что и мир работает не наугад, а методично следует заданному рецепту, который мы видели множество раз в самой игре. В конце концов он получает желаемое, и Туск, первый герой, которому удалось создать Скипетр Силы своими руками, первым делом он отправляется к заклятому врагу. Напомню, что в бородатые времена именно Снежный Громила выбил глаз Бристлбеку. С этого момента и началась вечная вражда между этими двумя персонажами. Согласно ролику, как раз таки искусственные умения Туска позволили аганиму пройти сквозь измерения и воплотиться на земной поверхности. Скипетр символично раскалывается на глазах у Эмира и Регварла. Осколки посоха постепенно собираются воедино, чтобы вернуться к своему первоначальному хозяину. Аганим спрашивает у всех. Теперь-то мы знаем, откуда такая надменность и высокомерие у Рубика. Он, безусловно, перенял эти черты от своего отца. Аганим, не стесняясь, называет себя в третьем лице. Аганим могучий, Аганим щедрый и Аганим смиренный. Но правда заключается в том, что волшебник отправился в спонтанное путешествие много лет назад. И, как теперь выясняется, он десятки лет блуждал за гранью астрального мира и бороздил пределы пустоты. А если говорить куда проще, то старик немного потерялся. И поэтому не смог сразу вернуться в родной мир, как планировал. И только услышав зов, словно увидев путеводную звезду, волшебник почувствовал, как один герой за другим героем начали воссоздавать его творения на родной поверхности. И в этот самый миг ему снова открылся путь обратно домой. По воле судьбы он пришёл не один, захватив с собой пару десяток тварей из потустороннего мира, которые ждут нас в лабиринте. Далее. Это видео совсем свежее, и нам пока неизвестны все тонкости нового ивента. Впереди долгие прохождения и часы сбора информации. На этот момент даже непонятно, появится ли сам агоним в конце своего лабиринта, в роли союзника или, например, врага. Как вы понимаете, игроки только начали своё знакомство с лабиринтом, и о полном прохождении речи быть не может. Тем более, учитывая несколько ступеней сложности режима, я успел всего лишь раз в него сыграть. По пути нам попался модифицированный тимбер, которого мы чудом миновали из-за отсутствия опыта. В конце концов, команду настигла следующая волна, и на этом испытание окончилось. По пути к следующим воротам можно встретить, например, подобные статуи Иная. Какое значение они имеют, тоже пока непонятно. Что касается Гранча и структурного описания ивента. Похоже, этим персонажем является данный старичок. С уверенностью могу сказать, что Гранч относится к расе мипоподобных, и как только мы узнаем новые подробности, то обязательно познакомимся с ним поближе. Двигаемся дальше. Только наёмный еретик Ванессы была уверена в том, что Аганим всё ещё жив. Другие же персонажи и герои смеялись над оккультисткой, её словами, и были полностью уверены в том, что великий волшебник умер и больше не вернётся. Уверяю вас, неспроста компания Valve добавляет эту самую девушку в каждый релиз. Это определённо делается целенаправленно, как, например, это было со вчерашним тизером в виде расколотого скипетра. Но даже здесь есть забавный момент. Именно Ванесс утверждает всем, что Рубик на самом деле не является сыном Аганима. Как вы понимаете, новый ивент будет действовать до конца боевого пропуска, то есть предварительно до 19 сентября. Уверен, что нас ожидает продления, в лучшем случае на две недели. Или, по крайней мере, откинутся дополнительными семя днями. Как бы то ни было, у игроков остаётся ровно два месяца, на то, чтобы изучать особое летнее событие вдоль и поперёк. Назревает другой справедливый вопрос. Может ли Аганим появиться как будущий герой Доты? Как вы видели в трейлере, Аганим добросовестно проработан. И предполагаю, что игровая модель выглядит ничуть не хуже. Как я и говорил, ивент только вышел, и нет информации касаемо прямого действия и механики волшебника в игровом клиенте. Если через некоторое время мы узнаем, что Аганим играбельный или полуиграбельный в виде неподконтрольного существа, то его непременно интерпретируют как героя в общую игровую вселенную. Американской корпорации нужно отрабатывать такие высокие слова, как появление двух новых персонажей ежегодно. А пока на их счету нолик. Далее, выносим на обсуждение одну очень интересную реплику Иная. Она озвучивается, когда Войт Спирит покупает скипетр Аганима. Подчёркиваем слово «смертный». Я бы не назвал это создание хоть едва ли человечным. Возможно, за эти десятилетия, которые Аганим пробыл в астральном мире, его тело подверглось серьёзным изменениям со стороны внешнего фактора. Ну, например, первая ассоциация, которая приходит, это Дэвид Джонс из «Пиратов Карибского моря». Прошу заметить, что борода остаётся как главный человеческий фактор. Напишите ваше мнение в комментариях. А что конкретно вы думаете по этому поводу? И возможен ли такой поворот событий? Компания Valve преподнесла летнее событие в очень хорошей обёртке. И мы только начинаем наше знакомство с летним ивентом. Надеюсь, что мы находимся только в первоначальной точке. И впереди куча всего интересного. На самом деле, меня не покидает мысль, касаемо стратегии американской корпорации. Ведь она появилась, и теперь они ритмично поддерживают комьюнити в тонусе. Складывается ощущение, что наконец-то Гейб и его соратники выбрали себе лидера, который укажет путь и поведёт за собой такую огромную вселенную, как Доту 2. Когда это видео появится на просторах интернета, наверняка будут известны первые детали сюжета. Так что держите в курсе событий прямиком в комментариях. Если вы хорошо провели время, то не забудьте поддержать автора лайком и подписаться на канал. Прожмите колокольчик, чтобы получать уведомления о самом свежем видео. Желаю вам получить удовольствие от нового ивента. До скорых встреч, друзья!